Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый. Я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос был задан, как правильно выбрать чугунную печь. В данной ситуации, конечно, советовать очень тяжело, потому что к выбору чугунной печи по техническим характеристикам очень часто добавляется выбор людей по их эстетическому виду. А эстетический вид может быть у всех разный. Одному нравятся круглые печи, другому нравятся квадратные печи, четвертому нравятся печи, которые будут, как говорится, кованые. Там кому-то нравится, чтобы печи были в обкладе и советовать что-то. Ну, ясно одно, что если, как говорится, выбор идет за тем, чтобы печь была в обкладе, то тогда нужно брать, как говорится, некоторые берут чугунную печь любую, но нужно брать печь, которая сделана из специального шаропрочного чугуна. А бы какой чугун уже здесь не пойдет. Он под обкладом сгорает очень быстро и, как говорится, через некоторое время люди почувствуют, когда у них в помещение пойдет дым. Потому что охлаждение под обкладом намного идет дольше. Поэтому я к чугуну, который вот сейчас на рынке, очень даже отношусь скептически. Потому что большинство чугуна, который занимается, ну, он не больше как декоративный чугун. Он никакой, этот чугун, не проходит качество тестирования, проверки на свою прочность, на сколько его долговечность. Это однозначно чугун, ну, который фактически льют с металлолома. Если сравнивать хороший, качественный чугун, то, ну, можно сравнить это как, вот, если стальные печи, да, есть печи с конструкционной стали, которые живут там 2-3 года. И есть печи с жаростойкой сталью, которые могут служить и 30 лет. То в данной ситуации все получается правильно. Мы на сегодняшний день можем вам, так говорится, рекомендовать именно обращать внимание на жаростойкий чугун. Но тогда вы мне, соответственно, скажете, я такую цену не тяну, это там для коммерческих, там, бань, для других серьезных, как говорится, помещений. Но у меня семейная баня и мне такие чугунные печи не пойдут. Я возьму чугунную, но подешевле. Ну, тогда знайте, что фактически вы тогда берете не чугун. Это, ну, как говорится, литье, но не является тем чугуном, жаростойким, который требуется для длительного использования, для применения в таких жестких условиях. Когда мы говорим о котлах, там совсем другое требование к чугуну. Здесь же в печах очень высокое требование к чугуну, потому что он должен выдерживать огромные температуры. Плюс тому, что если, допустим, в банной печи, он может испытывать еще и резкие перепады температур, охлаждения и нагрева. Поэтому к чугуну требования очень серьезные. И не удивляйтесь, если кто-то там купил печь чугунную по стоимости стальной печи, и она у него прослужит 2-3 года, не разводите руками. Вы сознательно пошли на то, чтобы взять тот чугун, который, как говорится, только называется чугуном. Поэтому мое мнение, и, как говорится, выбор здесь, конечно, за вами, но мое мнение, чугунные печи в бане, ну, не столь важны в семейной бане. Здесь достаточно и хорошую стальную печь. Взять хорошего, жаростойкого металла, который вам прослужит очень даже долгое-долгое время. Плюс тому, что если кто-то думает, что ему чугун, как говорится, даст больше пара, пар чугун не дает, вы не берете пар с чугуна, вы берете пар с камня. А нагрев камня в чугунных печах идет даже медленнее, чем в стальных. Потому что в чугунных печах толщина стенок 10 мм, в стальных 4, 3, даже 2 мм. И поэтому стальные печи, камень нагреют намного быстрее. Ну, а если, как говорится, говорить о том, что печи с парогенератором, то вообще чугун и рядом не стоял. Никакой парогенератор не повесишь на чугунную печь. На стальной печи парогенератор очень даже хорошо служит. Поэтому для семейной бани я вам ставить чугунные печи просто не советую. Ваше дело вы можете поставить. Но знайте, что вы не получите того, что вы хотели получить. Ну, может, вы получите только свое собственное удовлетворение, что у вас стоит чугунная печь. Это мое мнение. Пока все. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго.